добрый вечер с вами снова я марина морлок я в любимом вашем сарафане сегодня такой вечерний вечер добрый вечер с вами марина морлок сегодня воскресенье 8 сентября я уже в посад съездила что-то у меня устали ноги а много всего сделала я съездила в посад я сходила на выборы я успела заняться сексом с утра потом поехать в посад пойти там посмотреть что там продают съесть чебурек зайти на вал берез забрать заказики померить костюмчик примерку я тоже выложу там на модели костюмчик очень хорошо сидел на такой красивый деловой костюм я думаю прям буду это ходить на работу в нем цивильника но на мне конечно мне он мал причем понравился мне и ткани пошивну цена там 6 лишним тысяч конечно ну для костюмчика это нормально меня но блин брюки нормально вверх мал если вверх мал то короче говоря о спорт кошка если короче меня так вот у меня между у меня низ 50 а вверх 52 если мне брюки как раз то вверх мал если вверх как раз то брюки велики то есть мне только вот я могу только по отдельности покупать отдельно штаны отдельно пиджаки вместе костюм купить не могу такие вот дела кошки тут это крадутся сейчас будут похвалюшки сейчас я буду пить кофе с ликером сейчас я буду вам показывать свои покупочки в общем отдыхать коты тут снуются вот смотрите что сделал мне я пришла домой прилегла на диван отдохнуть и в этот момент кот впился коту впился прям вонзился мне в руку блин а сейчас этому может и хорошо что я не купила костюм он стоил все-таки 6 лишним тысяч можно еще под накопить подождать зарплаты телефон себе купить новый а тот телефон что нифига не вот этот телефон он ударопрочный такой мужской брутальный black view называется ну вот я сейчас подойду с ними к ним с ним к зеркалу чтобы вы могли посмотреть какой телефон как он выглядит вот так он выглядит смотрите какой то есть вот такой вот телефон но он в чехле правда без чехла у него задняя часть кожаная то есть это такой брутальный мужской телефон но он не такой ударопрочный как старый телефон плохо видно все равно старый телефон можно было прям бросать об стены об асфальта ему ничего не было вот этот телефон конечно об асфальт его бросать нельзя вообще желательно как любую технику как бы желательно любую электронику не ронять но если вот он у меня падал уже с микроволновки со стола если слегка его уронить то ничего не будет в отличие от айфонов хрупких или ну вот айфон я не знаю только понаслышке слышал что очень у многих при первом же падении в дребезги разбивался экран и то же самое с телефоном sony вот у меня был телефон sony снимала хорошо но любое падение и весь сенсорный блок бился в дребезг вот мои покупочки пау будут сегодня сегодня я ходила на выборы а потом в пятерочку зашла и ради кота я принесла домой вот эту целую сумищу тяжелую мне надоело покупать пакеты тратить деньги на пакеты которые засоряют природу хотя потом я в этих пакетах мусор выношу я уже купила себе сумку шопер жопер да бежит сразу кот и купила я в принципе что зелень почти на 1000 рублей лук петрушка лук петрушка лук петрушка укроп зеленушка а остальное все кошачья жрачка то есть это просто мешок кошачьего жрания а ну еще огурцы подождите не все просто чтобы сделать салат все купил зеленушку огурцы ну и все а и крем для рук на работу завтра возьму а то руки сохнут ужасно у меня на работе потому что я часто хожу в туалет и естественно часто мою руки чтобы они у меня не пересыхали джентоник я пристрастилась к нему в разном виде манчестер он продавался по акции я думаю ну может быть я его не сегодня выпью а потом может на дачу возьму остальное все корма типа феликс они по акции и мои кошки просто обожают там по-моему три плюс один четыре по цене трех вот я купила им разных кормов вот целый вот этот вот мешок смотрите что у меня получилось опять по мотивам блогов елена ильича зелень ассорти лук укроп петрушка 39 99 40 рублей джентоник манчестер лайм газ блин он написано было что он по акции а по факту продали не по акции по 104 рубля на на акции закончилась на на хер с ним крем бархат руч 49 55 зато крем подешевле огурцы короткоплодные 59 рублей по 120 рублей килограмм корм для кошек она по 17 53 ты будешь фокусироваться и ты будешь это нервы трепать что-то телефон надо наверное может быть и хорошо что я не купила костюм таша мне прям до зарезу нужен новый телефон для кошек корм консервированный индейка курица с морковью кролик в общем все вкусняшки для кошки пятерочка сумка стиратели 120 рублей 119 99 то есть короче говоря почти что ничего крем для рук огурцы кошачий корм зелень и джентоник и у меня вышло 1170 рублей как-то вот в итоге 913 получилось я так и не понимаю как как они в пятерочке считают скидки там какие-то или что в общем 1000 рублей фактически потрачено сегодня было мною на кота все для кота в общем теперь у меня есть сумка полная корма кошачьего это называется куда уходит моя зарплата моя зарплата уходит на кота целый мешок но это короче говоря корм я потом переложу я его у меня тут ящик есть с кошачьей жранины вот сюда вот в этот ящик я переложу корм а сумку я себе оставлю буду с ней ходить за покупками она удобнее чем пакет ее можно повесить на плечо и тогда руки свободны вот и она не так быстро рвется потому что покупать пакеты меня кажется долбал когда приезжал дядя руслан принес мясные деликатесы специально он за ними ездил на завод смастачил себе специально на даче сварил себе специальный багажник и как он мне сказал проехал 51 километр до черкизовского завода чтобы купить шашлыки стейки еще там чё-то чтобы потом можно было следующие выходные пожарить на даче у нас последнее время мы короче выходные премся на дачу ну в субботу и там мы жарим чё-то жарим и едим до позднего вечера просто мы там наедаемся пропахи прокоптимся у костра наедаемся и уже поздно вечером приезжаем уставшие в квартиру чтобы помыться и лечь спать ну и естественно заняться сексом и лечь спать а потом уже утром он к себе едет домой в общем он специально как он мне сказал проехал 51 километр на велике не на машине на машине понятно в общем он 25 километров туда 25 километров обратно и видимо километр еще там по территории на черкизовский завод чтобы купить там подешевле миска чтобы можно было его потом пожарить в общем вот такой вот дядя руслан позаботился обо мне чтобы я не тратила свои деньги не покупала шашлык и не тратила по его свое время на его изготовление в общем в том плане маринада и так далее а я купила за это дяди руслану которых я ему купила ремень лакост ну то есть как я этот ремень хотела себе оставить я купила ему тулакостовский ремень хотела оставить его себе но он короче говоря этот ремень мне был мал и пришлось но я сначала думаю я сначала купил дяди руслану потом мне он очень понравился я думаю я его себе оставлю потом его померила и посмотрела он мне впритык то есть он вот прям мне сдавливает талию а дяди руслану он свободен потому что дядя руслан у него такая тонкая талия группа будто он корсет носил то что обычно такая тонкая талия бывает у тех кто носил корсет потому что сколько я не пыталась похудеть если худеешь худеет все равномерные руки и ноги все остальное то есть вот именно талия конкретно не выделяется у меня во всяком случае а вот у него именно талия при том что у него широкие плечи и в остальном то он шире в плечах гораздо чем я а в талии уже такой вот дядька я купила вот эти вот корма изотоник 900 грамм один ему я не знаю правда что делать изотоник для чего написано лимон мохито типа мята лайм а я очень люблю мохито поэтому собственно ну как и джентоник я люблю джентоник и мохито последнее время одно время я вообще не переваривал никакой алкоголь в принципе а кот любит пакеты жрать он уже сегодня купался в общем вот это я купила потом еще дядя руслан захотел для похудения какие-то эти самые какие-то таблетки для похудения дринк как у для приготовления напитка какого-то тоже короче я сгоняла купила потом я зашла в аптеку я вам отдельно расскажу это угарно что было в аптеке потом я еще купила ему сиропчики потому что он очень хотел эти сиропчики вот но они кстати небольшие бутылки с сиропчиками все хорошо упаковано упаковано в салафан упаковано в пупырку да кот в пупырку упаковано вот такие вот стопроцентный натурал стопроцентный натурал он хотел киви вот это киви еще он хотел мандариновый правильно да 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 не апельсиновый а именно мандариновый кот не жрать нельзя жрать пакет еще он хотел мятный в общем вот у него будут эти сиропчики я у него попробую если будет возможность вкусно или нет может себе буду покупать вместо ну чтобы напиток сладкий из них делать потому что я люблю сладкое но я много раз слышала что нельзя приучаться к сладким напиткам и вес будет огромный и это очень вредно еще он хотел какой-то фит или джем мармеладный со стевией манго папайя гибискус пипискус короче какой-то стевия мармелад в общем гурман просто гурман ладно еще захожу я в аптеку у меня это такой вот вечер мои покупки захожу в аптеку и мне нужно было купить короче говоря средства от изжоги потому что у меня постоянно изжога и китарола у меня уже заканчивался зуб меньше стал болеть но он сразу болел в общем я думаю пока у меня рецепт не кончился пойду еще куплю очень купила еще си китарола пачку и дайте мне какие-нибудь дешевые таблетки от изжоги мне это вам самые дешевые я громкие деньги подешевле потому что я смотрю там вот этот вот какие то есть таблетки от изжоги они там стоят по 300 по 400 рублей мне кажется это дороговато для таблеток от изжоги я не думаю я не понимаю почему так дорого стоят таблетки от изжоги я понимаю кинчи супер-пупер поливитамины или что-то еще просто таблетки от изжоги они как правило на основе соды почему там такая цена там 300 400 рублей я не знаю скорее всего я думаю что в цену таких таблеток включена стоимость их рекламы я думаю что я буду переплачивать за рекламу за упаковку дать дали мне ароматидин я говорю а дайте еще презервативы я увидела я никогда просто такие не видела никогда не пробовала черный с ароматом колы презервативы с ароматом колы черные 103 рубля иван три презерватива амор и мне что то понравился дизайн упаковки то что они черные то что с ароматом колы я думаю вкусные вот дайте еще презервативы мне такая фармацевт будет вам тоже самые дешевые я говорю нет не стал а я что-то знаю меня это так смутило я вообще не стесняюсь покупать презервативу ну чё вам тоже самые дешевые как будто я вот у меня же крызняк я очень комплексую мне кажется что у меня маленький доход что я прям бомж бомжей вот и тут и я понимаю вдруг что эти презервативы 103 рубля они реально самые дешевые из тех которые у них там продавали потому что у них там продавали дюрекс визит и контекс и они все были дорогие то есть самый дешевый контекс был уже 120 рублей вот ну я так понимаю что это то же самое как и со средствами от жонги то есть презервативы дороже просто потому что они ну за рекламу свою платят им нужно как-то окупать эту расходы на рекламу поэтому они стоят дороже а вот вот этих вот презервативов я первый раз увидела если честно сказать презервативы латексные черные гладкие смазанные с ароматом колы я что-то смутилась и говорю мне презервативы со вкусом кока-колы в общем фармацевт долго их искал дала мне с витрины и такая говорит вот говорит это вот у вас после презервативов короче со вкусом колы вот у вас после них и изжога с намеком как будто я их есть собираюсь это у вас от презерватива со вкусом колы потом изжога потом говорит не ну вы не обижайтесь это шутка юмора я думаю ну вот блин это прикалываются нафиг фармацевта так кто-то пришел ко мне в дверь короче постучали ко мне кто-то стучится я сразу нервничаю поэтому малый может открыть кто-то ну там злоумышленники не знаю менты цыгане кто угодно смотрю в глазок уже теперь я все время смотрю в глазок прежде чем открыть смотрю это соседка с первого этажа у меня должна была денег но она должна была какую-то сумму там 100 рублей она у меня попросила в общем мы с ней договорились что она опять грибами отдаст если ей будет и в общем короче она опять принесла мне грибов клёвые только теперь я уже знаю что с ними делать но вот я уже вижу что скорее всего там присутствует но у меня все жаловались многие что кто ходил за грибами штамм короче червивые грибы особенно не знаю может это потому что буженинова низина вот этот вот лес бужениновский он внизи не расположен типа грибы червивые но я теперь знаю как с ними бороться что их надо просто в соленую воду вымачивать в соленой воде я то первый раз я не знала что нужно в соленой воде вот а теперь я знаю поэтому я их сейчас соленую воду червячки все эти вылезут ну потому что после того как все-таки я их избавилась от червей хотя пришлось при этом выбросить много грибов под березовики короче говоря грибы были невероятно вкусны и сейчас я чувствую пахнут они вкусным гриб нет фу гриб код даже бежит бежит за грибом в общем такие вот дела в общем рассказала врачи у фармацевтов у них юмор конечно очень специфический совершенно такой не политкорректный такие вот дела в общем я опять с грибами у меня как раз недавно купила картошку как раз у меня есть зелень лучок зелень с лучком огурчики да кот зелень с лучком и огурчики есть а теперь у меня еще есть грибы вот я их сегодня короче вымочу 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 я сегодня вымочу и вымочу а завтра я короче говоря их это самое того вы поняли все я буду сегодня вымачивать а завтра я и того сожру карточки соли у меня дофига так что я буду скрипали в общем спасибо всем кто меня смотрел с вами марина морлок но я вот сейчас у меня сегодня будет вечер когда я снимаю съемочный день у меня а потом у меня будет еще такой постный вечер то есть я буду постить то что я наснимала вчера буду постить то что я наснимала сегодня в общем я буду поститься постить видос за видосом в общем пришлось потом я смотрю что-то ранитидин я его как-то не ем мне нужно какие-то таблетки от изжоги для того чтобы рассасывать и в другой аптеке я уже купила аджи флюкс какой-то таблетки жевательные магний гидрооксид то есть тоже изжога меня задолбал у меня грыжа пищевода у меня блин какие только у у меня дефекты желчного пузыря какое-то искривление блин и там в нем какие-то спайки грыжа пищевода чего блять только нету у меня это вообще пипец в общем и в итоге я купила под конец всего я хотела сходить посмотреть в ломбарде что-нибудь а ломбард сгорел короче а в другом ломбарда не было ничего прикольного я думаю ну ладно купила эти лекарства себе купила дяде руслану сиропчики и пищу еще ему купила футболки он хотел это какие-нибудь дешевые футболки чтобы на даче не ходить я ему купила самые дешевые футболки чтобы он на даче в них ходил пускай ходит на даче купила ему еще футболки чтобы ходила на даче ну и на этом собственно все спасибо всем кто меня смотрел с вами была марина сейчас я еще буду пить кофе и сниму видосик ответов на комментарии а потом я буду поститься поститься постить видос за видосом то бишь выкладывать икси сейчас еще с балкона вам сниму закатные закатные клёво надо было сегодня тоже идти за грибами но мне уже не знаю я не как-то мне надо с кем-то ходить а то одна ты я стесняюсь бит опять нету опять не нашли у коты обрушили короче горшок обратили все содержимое горшка на полу теперь ну как всегда ну а в общем все можно теперь заниматься грибами и и замачивать их все закаток в общем с вами марина морок спасибо всем кто меня смотрел смотрите больше моих видосиков я всем вам желаю доброго урожая удачной охоты за грибами и так далее удачного секса а вот короче купила этот чебурек и положила его а он был очень чебурек с сыром там был только в моем любимом закутке за туалетом был только чебурек с сыром в общем купила чебурек с сыром положила его в пакет а потом я понимаю что у меня этот горячий он просто был очень горячий что я не могла дождись что я его положила прямо на пачку как бы они у меня они же до из натурального лака из натурального лакомства хотел сказать из натурального латекса они же могут расплавиться у меня блин ну вроде бы надеюсь они не оплавились на так кока-колы не пахнут на дна распаковывать вот что тебе нужно презерватива на тени нужны презервативы ты кастрированный код-код сегодня меня он бежал и твернул кусается я бы кому-нибудь отдала бы этого кота я честно скажу моего очень дядя руслан он не кусает он его лижет он очень любит при мне на меня он тут кусает тут пердит но сейчас у него видимо совесть его замучила он проперделся очень смачно теперь ласкается да кот проперделся а теперь ласкаешь ты боишься вдруг пришла соседка он испугался он сразу бросился под диван он испугался вдруг его отдадут да отдадут пойдешь на первый этаж да будешь с бусей потом тусоваться испугался что его отдадут соседки да кот а кто себя плохо вел а кто кусался а кто пердел а кто горшок обратил а то кошку гоняет не дает покоя вот не ты кот испугался что сейчас сейчас тебя заберут да ты испугался он уже мылся сегодня два раза на свое плохое поведение он два раза купался на два раза вот в общем такие вот дела с вами была марина морл всем счастливо пока пока не хочется лизать